Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о нашем российском футболе. И сосредоточимся на московском Спартаке и их чешском легионере Крале, который недавно попал в список лучших футболистов Чехии. Официальный сайт Федерации футбола этой страны объявил об этой награде, объявил победителей и в списке лучших футболистов Крал оказался на четвертом месте. Ну, если кто не знает лучшим, оказался его партнер по сборной и напарник по игре в центре поля Соучек, полузащитник Вестхэма, в связке с которым Крал и выступает за сборную Чехии. Ну и хотелось бы отметить, что помимо этого Крал оказался вторым в списке самых перспективных и талантливых игроков Чехии, то есть в списке лучших молодых футболистов. И это тоже достаточно серьезное достижение. Ну и на фоне всего этого мне стало интересно, а что думают чешские фанаты о подобных успехах Крала и о его попадании в эти рейтинги. Я зашел в Твиттер Чешской Федерации Футбола Фейсбук, зашел в другие сайты и соцсети и собрал здесь самые интересные комментарии чехов на данную тему. Ну и сейчас зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Ну что ж, поехали! На мой взгляд, многие переоценивают нынешний уровень Гложика. Он по-прежнему не уехал за рубеж и выступает в нашей лиге. А вот Крал и Садилик пошли на повышение и стали основными футболистами в Спартаке и ПСВ. По-моему, они куда больше заслуживают звания главного таланта. На что Яромир Гелнар написал, напомню вам, Гложику 17 лет, не рановато ли ему уезжать за рубеж? Крал и Садилик намного старше его, потому и оказались ниже в рейтинге. Когда Гложик будет такого же возраста, он может стать звездой уровня Недвида, поэтому ему и дали это звание. Ну то есть звание самого перспективного игрока Чехии. Он оказался тем футболистом, который опередил в этом рейтинге Крала. И действительно, учитывая его возраст, 17 лет и то, что он уже выступает на таком серьезном уровне, я думаю, здесь его и считают поэтому более перспективным исполнителем. Павел Шкупиль написал, очень рад, что у нас в сборной появляется мощный центр поля. Соучик, лучший футболист Чехии. И здесь есть еще и Крал, второй в списке лучших талантов. Ну, что хотелось бы отметить, действительно, Соучик проводит отличный сезон в Вестхэме. Если брать Крала, то он потихонечку адаптируется к Спартаку, поэтому середина поля у чешской сборной должна быть достаточно крепкая. Владислав Венс написал, Гложик, Садилек, Крал. Впервые за долгие годы у нас столько молодых талантов. Если Шик сможет адаптироваться в Лейпциге, то вот вам готовый костяк для новой сборной. Ну, то есть, середина поля под нападением, нападающий, вот, собственно, и костяк. Среди вот этих футболистов все ключевые позиции представлены. Яра Ярусик Никаш написал, мой личный рейтинг. Лучший футболист – Соучик, лучший тренер – Трапешовский и лучший талант – Крал. Любица Кралова, кстати, это мама футболиста, если кто не знает, у нее есть аккаунт в Фейсбуке. Она, в общем-то, на Фейсбук-странице Федерации футбола Чехии поблагодарила всех за поддержку. Вот такой вот приятный комментарий от Любицы Краловой, мамы, собственно говоря, Кралова, футболиста Спартака. Такое тоже бывает, мамы всегда беспокоятся за своих сыновей, иногда даже пишут в соцсетях по этому поводу. Поэтому не обижайте Крала, если что, на Фейсбуке, а то ведь его мама может заметить и расстроиться, это будет некрасиво. Любомир Пличта написал, Крал попал в список лучших только потому, что безумные русские согласились заплатить за него 12 миллионов. Никто, кроме этих сумасшедших, не пошел бы на такие траты. Ну, разве что их друзья – китайцы. На что Павел Блаблата написал, «Я бы согласился с тобой несколько месяцев назад, когда Крал только перешел в Спартак. Однако он постепенно пробился в основу, а Трансфермакт повысил его цену до 7,5 миллионов. Так что Крал действительно способен стать звездой». Ну и хотелось бы отметить, что на данный момент Крал может стать еще дороже, учитывая то, что он молод и то, что он потихоньку прибавляет в Спартаке. Ну и последний комментарий Ян Беланы, который написал, «Мне кажется, стоило объявить главным открытием и талантом именно Крала. Он самый молодой футболист стартового состава сборной. В свои 21 он стал ключевым игроком и принес нам победу в матче с Косово. А вот Гложику еще нужно доказывать свои таланты и перспективы на практике». Ну, в матче с Косово Крал отметился забитым мячом и голевой передачей, и там его команда выиграла 2-1. Поэтому фактически, да, он принес здесь победу. Ну а что думаете вы касательно этих успехов Крала и его попадания в список лучших футболистов Чехии? Пишите об этом в комментариях. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте YouTube-канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Всем удачи, всем пока.